Всем привет! С вами школьный учитель информатики Некрасов Александр. Сегодня мы начинаем серию уроков в программе Inkscape. На первом уроке мы будем создавать с вами пуговицу. И каждый дальнейший урок мы будем создать что-то новое, используя различные инструменты. Для начала, коротко о программе. Перед вами располагается холст, слева панель инструментов, сверху дополнительная панель инструментов, справа располагаются окошки, например, для выбора цвета по умолчанию, выбора контура, также можно переместить сюда в другие полезные окошки. Сегодня нам понадобится выбор цвета и одна из базовых геометрических фигур круг. Для начала выберите базовую фигуру круг и зажмите Ctrl и левой кнопкой мыши начинайте растягивать окружность. Она получится с равной шириной и высотой. Если у вас случайно окружность стала разомкнутой, например, вот так, и вы хотите обратно ее соединить, то это можно сделать на дополнительной панели инструментов. Выброса соответствующую кнопочку. Вот. Тогда у нас... Это будет заготовка для будущей пуговицы. Далее сделаем две окружности поменьше. Даже наверное две, а четыре. Так, для этого создадим одну окружность поменьше, выбираем инструмент выделитель, и при помощи инструмента выделителя мы будем перемещать эту окружность. То есть она позволяет перемещать окружность, изменять ее размеры, Ctrl-Z, отмена действия. Вот. Также помогает вращать фигуру, если мы нажмем еще раз по этой же фигуре. Но при вращении окружности ничего не произойдет, поэтому эффекта не увидим. Но с том можно ее немножко искривить, фигурку. Так, вернем все на место. Таких же окружностей создадим еще три. Так, для этого нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-D, либо нажимаем правой кнопкой мыши продублировать. Здесь вот есть подсказка, Ctrl-D. Так, чтобы у вас перемещалась окружность на одном уровне, нужно зажать клавишу Alt. Нажимаем Ctrl-D, клавишу Alt, тянем вниз. Ctrl-D, Alt, тянем влево. После того, как мы расположили эти окружности, можно эти окружности вырезать из вот этого большого круга. Но программа умеет вырезать только два объекта. Вырезает на тот объект, который находится ближе к нам. Поменять расположение объекта между слоями вы можете при помощи инструмента-выделителя и дополнительной панели. На дополнительной панели у вас есть четыре кнопки для работы со слоями. Это переместить на задний план, на один слой назад, на один слой вперед и на передний план. Вот, например, как бы выглядело, если бы я на задний план переместил пуговицу. Соответственно, программа вырезает тот объект, который находится ближе к нам. Поэтому важно, чтобы пуговицы, вот эти отверстия у пуговиц находились на переднем слое. Далее. Будем вырезать. Вначале мы вырежем одно отверстие. Для этого нужно зажать клавишу Shift и выделить две окружности. Выбираем контур и в контуре выбираем разность. И у нас появилось отверстие. Если у вас очень много отверстий нужно сделать, то лучше всего выбрать эти отверстия и объединить их в одну группу. Но только не группировать, Ctrl-G делать, а выбирать объединение. Объединить. Ctrl-K. Ctrl-K объединило их на один слой. И теперь мы можем их вырезать из большой окружности. Вот такая пуговица у нас появилась. Сделаем небольшие для нее изменения, чтобы пуговица выглядела более реалистично. Продублируем еще пару раз пуговицу. Так, и немножко ее изменим. Так, ну давайте со второй пуговицы начнем. Первую так и оставим для сравнения. На второй пуговице мы поменяем обводку и заливку фигуры. Для этого нам нужны окошко, заливка и обводка. Если у вас этого окошка нет или вы случайно его закрыли, вы можете его открыть, нажав по заливке слева в нижнем углу два раза. Открывается заливка и обводка. Либо заходим в меню объект и выбираем заливка и обводка. В заливке есть три вкладки. Заливка отвечает за заливку всей фигуры в замкнутой области. Тут различные цветовые схемы. Мне больше нравится всего круг. То есть здесь можно выбрать оттенок и цвет для пуговицы. Дальше. В заливке вы можете убрать заливку. То есть она становится прозрачной фигурой. Сплошная заливка, градиентная заливка, радиальная заливка. И другие варианты. Нам нужно будет линейный градиент, заливка. Далее с обводкой поработаем. Ну а в обводке то же самое. Убрать контур крестиком. Сплошная заливка, радиальный градиент, радиальная заливка и другие варианты заливки. Также оставим мы линейный градиент и стиль обводки. Здесь, по крайней мере, стиль линии может быть и толщины. Толщину сделаем побольше. Незначительно. Чтобы фигуре придать объем некоторый. Теперь нам нужно поменять направление градиента. Чтобы поменять направление градиента и цвета у градиента, слева есть специальный инструмент. Четвертый снизу создавать и править градиенты. Мы можем градиент выбрать направление и цвет. Для этого мы эти маркеры тянем в разные стороны, откуда градиент, куда идет. А также выбираем нужный цвет. Нужно выбрать цвет. Вот снизу есть палитра цветов. Что-то близкое к зеленому я выберу. Темно-зеленый с одной стороны. Так. Куда-то обработка делась. Так, саму фигуру, заливку я пока уберу, чтобы не мешалось. Так, еще раз, потемнее с этой стороны, посветлее с другой стороны. Вот так более заметно будет. Теперь возвращаемся к заливке самой фигуры. Тоже у нас должен быть слева выбранный инструмент. Линейный градиент. Для изменения линейного градиента располагаем направление точно такое же. Ну, противоположное тому, что мы выбрали. С противоположными цветами. Соответственно, с одной стороны у меня будет посветлее. С другой потемнее пуговица. Что-нибудь такое более красивое выберем. Так, вот такая пуговица получилась. Более интересно стало выглядеть. Более реалистично. Ну, и последнюю пуговицу мы тоже необычным способом ее закрасим. Для этого мы выберем для нее соответствующий рисунок. Чтобы выбрать рисунок, нужно его сделать. Сделать это лучше всего при помощи кривых безе. А то, как работать с этим инструментом, будет в дальнейших уроках. Сегодня нам нужно только некоторый небольшой рисунок. Например, молния. Рисуем молнию. Для этого в контрольных точках щелкаем один раз левую кнопку мыши. И последнюю точку совмещаем. Если последнюю точку вы совмещать не хотите, например, оставить, хотите такую фигуру, то нужно зажать правую кнопку мыши, для того, чтобы больше не вводить значение. Также обращу ваше внимание, если фигура не закончена до конца, она все равно будет заливаться по крайним двум точкам. То есть заливку, если мы выберем, заливка все равно будет правильно оформляться. Так, далее. Следующий наш шаг, это разместить эту молнию на пуговице. То есть нам нужно ее, как бы, ее вот контур оставить на пуговице. Для этого выбираем две части и нашу молнию пуговицу. Выбираем контур и выбираем разделить. Теперь у нас получилась точно такая же фигура, только без вот этих отверстий. Вот так это выглядит. Привернем назад. И выберем для нее соответствующий цвет. Вот так мы нанесли на пуговицу некоторый рисунок. Ctrl-G, чтобы объединить фигуру. Можно, например, таким образом закрашивать в две разные части пуговицу. Ну, например, вот у нас последняя пуговица осталась. Разрежем ее примерно пополам. При помощи кривой бездверия выберем две части. Контур разделить. Но, к сожалению, при этом способе у нас пропадают те отверстия, которые не прошла эта линия. Вот в старых версиях такого не было. В этой версии почему-то такое появилось. То есть нам нужно переместить... Даже не так. Нам нужно переместить на задний план. Еще раз разделить. Переместить на задний план части пуговицы. Эти пуговицы нам нужно вырезать отдельно будет из первой части и из другой. То есть вот это одна фигура. Контур. Разность. И вот эти две фигуры. Не забываем нажимать клавишу Shift. Разность. Вот теперь можно раскашивать в разные цвета. Части пуговицы. Продублируем. Еще раз такую операцию проделаем с какими другими цветами. На этом все. Всем пока. Соответственно. Так.